Серёж, с чего лучше стоит начинать восстанавливать суставы? Из какого возраста? Ну, вообще-то, здоровьем нужно заниматься всю свою жизнь. Лучше заниматься профилактикой, это всегда дешевле, чем лечить болезни. Это по поводу, с какого возраста начинать. Если уже дожили до того, что у вас уже болят суставы, то скажу причины, что вы не делали и что надо начать делать. Первое, это нужно добавить движения. Посмотрите, как вы двигались и что вы делали. Например, мало движения, современного человека мало движения. Я не говорю за тех, у кого тяжёлый физический труд, за спортсменов, там иногда есть перебор, но я говорю в основном. Дальше, нужно пить воду. И не просто жидкости, а воду щелочную, биодоступную воду, которая действительно легко усваивается, даёт энергию, и организм работает на воде, а не на чае, компоте, соке и так далее. Второй этап, вы должны делать очистительные программы. В любом случае, нужно чистить желудочно-кишечный тракт, потому что здесь всё усваивается. И если там есть вопросы, то у вас не усваивается из той обеднённой еды, и так недостающей там на макро-микроэлементы, плюс нормально не работает ЖКТ. Дальше, причиной разрушения суставов часто являются грибоки. Нужно делать не только противогрибковые, но и противоглистные, противопаразитарные, противовирусные программы. Это тоже обязательно. Плюс лимфу нужно чистить. И третий этап, это восполнять дефициты. Мы едим еду современные люди, в которой недостаёт нужных макро-микроэлементов, недостаёт то, на чём работает организм, и, соответственно, работают суставы. Это и коллагены, и гиалуроновая кислота, и витамины, минералы, ферменты, боленасыщенные жирные кислоты, и хондроитин, и сульфаты, глюкозамин, МСМ, цинк, селен, кальций, магний и так далее. Этого всего не достаёт, поймите вы это. Это нужно добавлять. Если этого нет в еде, значит, это нужно добавлять в виде биодобавок, только качественных. Где я беру уже 18 лет биодобавки? Задайте вопрос, я всё расскажу. И как идти комплексно, и как именно решить ваш вопрос, я всё подскажу. Контакты и шапки.